Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Headband Software. Удобно присаживайтесь, будет интересно. Поехали! Сегодня в выпуске новый товролёт от ZAS, нанофильтр для углекислого газа, Властелин кольца, сделка века, а точнее, как белый хакер помог забрать свои два мульта баксов, а также скрытые обновления Apple Music. Вещи, которые нас окружают, умнеют на глазах. Сначала умные телефоны, потом умные телевизоры, наручные часы, теперь пришёл черёд и умных колец. Если хитрые азиаты смогут впихнуть процессор или NFC чип ещё куда-нибудь, будьте уверены, они это сделают. Aura Ring 3 практически единственный представитель на рынке умных колец с таким мощным сочетанием функций мониторинга здоровья. Кольцо третьей версии обещает отслеживать здоровье, физическую форму и сон, а также предоставлять полезные информации о том, в какой форме находится пользователь и готово ли его тело к физическим нагрузкам. По сути, это фитнес-трекер на пальце, который конкурирует со всеми производителями носимой электроники, выпускающими умные часы и браслеты, такими как Apple, Samsung и другими. Aura 3 – это гаджет, который выглядит и ощущается на пальце, как обычное кольцо. Его удобно носить, так как корпус устройства выполнен с лёгкого титана с PVD-покрытием. Принцип работы Aura основан на трёх ключевых показателях – готовность тела, сон и активность. Эти метрики укрепляются собранными данными с помощью встроенных оптических датчиков, включающих частоту сердечных сокращений в состоянии покоя, температуру тела и статистику активности за предыдущий день. Так как кольцо не имеет встроенного дисплея, управлять, а также считывать данные можно с помощью мобильного приложения. Производитель заявляет от 4 до 7 дней работы на одной зарядке. Данная разработка – отличный способ отслеживать сон, повседневную активность и её влияние на организм. Если по какой-то причине вам не подходят фитнес-трекеры или умные часы, то это устройство именно для вас. Осенью прошлого года прошёл слух, что Запорожский автозавод готовится к началу производства кроссовера под названием Одесса. На завод начали поступать предзаказы, однако информация оказалась фейком. Теперь же источник утверждает, что дыма без огня не бывает. ЗАС Победа могут создать на базе кроссовера Uniti V-Online. В плане ходовой части спереди ожидаются стойки, а сзади будет располагаться так званая многорычажка. Кроме того, ожидается, что автомобиль получит металлический каркас высокой жёсткости. Источник утверждает, что в этом плане модель будет похожа на новый Lexus NX. При этом масса автомобиля не превышает 1,5 тонн. Также автомобиль будет оснащён 1,5-литровым турбированным двигателем производства Mitsubishi мощностью 190 лошадиных сил. Разгон составляет от 0 до сотки всего 8,8 секунды. А средний расход топлива в смешанном цикле составит 6,6 литра на 100 км. Официальных изображений ЗАС Победа пока нет. Однако источник опубликовал дизайнерские рендеры, которые демонстрируют спортивный дизайн. Предположительно, кроссовер получит массивную решётку радиатора с узкой светодиодной оптикой. В салоне ожидается цифровая приборная панель и экран мультимедийно-развлекательной системы диагональю по 12 дюймов в единственном блоке. Ожидается двухзонный климат-контроль, электронный стояночный тормоз, кнопка запуска двигателя, адаптивный круиз-контроль и система свяжения за мёртвыми зонами. Самая полезная информация – море видеоуроков по настройке и оптимизации вашего ПК. Топовые разработки мира IT уже у нас в телеграм-канале. Нанофильтр для углекислого газа. Революционная мембрана удаляет 99 СО2 из воздуха. Специалисты из США разработали новый тип мембраны для топливных элементов, которая стала более дешёвой и экологически чистой альтернативой традиционной технологии. Созданный и опробованный метод улавливания двуокисей углерода из воздуха приближает появление на рынке более эффективных систем фильтрации воздуха для космических кораблей или подводных лодок. В течение многих лет учёные из университета Делавера работали над улучшенной гидроксидобенной мембраной для топливных элементов. Однако, серьёзный недостаток разработки мешал успеху. Эти мембраны крайне чувствительны к присутствии в воздухе углекислого газа. Фактически, СО2 мешал топливным элементам дышать. Эффективность элемента быстро падала на 20%. Но пару лет назад исследователи поняли, что недостаток можно обратить на пользу для захвата углекислого газа. Как только разработчики ковнули глубже, они поняли, что топливные элементы захватывали практически весь углекислый газ, который в них попадал, и очень хорошо справлялся с его фильтрацией. Хотя такое тотальное поглощение СО2 плохо сказывается на топливном элементе, если этот процесс использовать в отдельном устройстве, можно получить систему сепарирования СО2. Испытания показали, что такой подход отлично работает. Прототип размером 5х5 см продемонстрировал 99% эффективности улавливания углерода из атмосферы. Устройство размером с банку газировки может отфильтровать 10 литров воздуха за минуту, уловив 98% СО2. Хакер взломал надежный криптокошелек с 2 миллионами долларов за 12 недель. Американский белый хакер Джо Грант потратил 12 недель на взлом одного из самых надежных криптовалютных кошельков Trezor One. Владельцем устройства является Дэн Райх. В 2018 году он с приятелем перевели в кошелек токены с суммарной стоимостью 50 тысяч долларов. Судя по тому, что курс на тот момент составлял около 20 центов, речь идет примерно о 240 тысяч монет. Со временем они потеряли пароль от кошелька. Пытаясь разблокировать устройство, они использовали 12 попыток ввести пароль из 16 возможных. После того, как 12 попытка оказалась неудачной, парни отложили идею получить доступ к кошельку. Однако в 2021 году курс вырос до 15 долларов, в связи с чем сумма хранимых в кошельке денег увеличилась почти до 3,5 миллионов долларов. Тогда ребята обратились к белому хакеру Джо Грант. Обойти защиту устройства удалось благодаря методу атаки с внедрением ошибок. Взломщик изменил напряжение, которое подавалось на чип, за счет чего обошел защиту АЗУ от считывания извне. Подобрать пин-код программа, написанная тем же Джо Грантом, смогла всего за 3,5 часа. В связи с падением курса, рейх и его приятель получили не 3,5 миллиона, а только хакер получил свое вознаграждение в размере 30 тысяч долларов. Apple Music сокращает бесплатный пробный период с 3 до 1 месяца. Теперь у вас меньше времени, чтобы решить, является ли Apple Music сервисом потоковой передачи музыки именно для вас. С этого момента пользователи, подписывающиеся на бесплатную пробную версию, получают только 1 месяц бесплатного прослушивания по сравнению с предыдущими 3 месяца. Apple не объявила об изменении, но японский блог Макатакара заметил его. Это первое изменение бесплатного пробного периода с тех пор, как в июне 2015 года Apple Music была впервые представлена, чтобы конкурировать с Spotify. Похоже, что эти изменения касаются каждой страны, где доступна Apple Music. А это, по последним подсчетам, более 150 стран. Один месяц является стандартным пробным периодом и для других сервисов потоковой передачи музыки, хотя некоторые из них предлагают бесплатный туры. А на этом все. Ставь лайк, подписывайся на канал и пиши свои вопросы в комментариях. Ари Ведерчи! Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok